Петру Яну Дать молодым бойцам, таким как Петр Ян, почувствовать, что такое профессиональный ринг, настоящее смешанное единоборство – вот главная, пожалуй, цель проведения этого турнира. Ну и, конечно, дальнейшее развитие боевого самбо, молодого вида боевых искусств, который в последние годы стремительно набирает популярность. Чтобы спортсмены общались, чтобы они знали, что это такое. Вот это основные моменты. Плюс наши ребята, чтобы смотрели, тянулись к этому виду спорта. Хотя, в принципе, весь мир уже идет к этому, все понимают. Еще, если помните, в старинных фильмах про Брусли, он говорил, что все рано или поздно придет к полному контакту. Здесь начинающие бойцы, да, здесь нету каких-то звезд. Это бои для начинающих бойцов. И хорошо, потому что любой присутствующий здесь может сравнить себя с ними. Многие у нас тут занимаются, у нас очень хорошая школа рукопашного боя, но они также могут все перейти и в боевое самбо, и выступать. Это очень хорошо. Александр Шлеменко на турнире присутствовал в качестве почетного гостя. Вместе с бывшим сенатором Атомской области Асламбеком Аслахановым, двукратным олимпийским чемпионом Алексеем Тищенко, чемпионом мира по боксу Николаем Валуевым и другими. Проявил себя один из сильнейших мастеров смешанных единоборств России и в более привычной роли тренера. Своевременные подсказки от действующего чемпиона мира в среднем весе помогли Амичу Евгению Лахину одержать победу в трудном бою с соперником из Таджикистана. Победно выступил в этот вечер и третий омский участник турнира – тяжеловес Александр Румянцев. Впрочем, гораздо важнее здесь прекрасная организация соревнований. Это позволяет надеяться, что традиция таких турниров в Омске продолжится, а вместе с ней в нашем городе будут еще быстрее и качественнее развиваться различные виды боевых искусств. Редактор субтитров А.Семкин